всем привет ребята мы сегодня делаем со стримом этот выпуск из за стрим огромное спасибо им джей рамону всегда пожалуйста спасибо тебе а также нашим участникам на сожалению сегодня нет нашей 14-летней девочки она перетрудилась у нас там в кабинете у хакера и отключилась и теперь без сознания будет со всеми болтаться я будет хрон носитель братах он будешь носить джентльмен крон он же лимми тем кто вообще не в курсе что у нас происходит но здесь происходит настольная ролевая играет значит каждый из наших участников отыгрывает какую-то роль мы уже об этих ролях не будем рассказывать на каждый раз они говорим это все довольно скучно по ходу дела узнаете что к чему если вы вообще не в курсе то идите пожалуйста смотрите с первых серий либо просто для тех кто смотрит стрим первый раз поучаствуйте в этом сейчас в качестве зрителя попытайтесь понять что же все-таки происходит у нас все остановилось в прошлый раз на том что вы прошли некую ментальную проекцию взлома сервера и похитили там необходимую информацию которая говорит о том что ваши файлы нужны очень сильно гильермо которые обеляют его в глазах полиции они находятся на сервере который в свою очередь находится за пределами я нарисую где вы все есть вот это вот это вот не луна сейчас это уже город на луне который находится в кратере это кратер как бы солнечный круг небо вокруг на самом деле это не солнышко это кратер как бы он такой поднимается не видите рельефа включите фантазию самый лучший графический ускоритель вот здесь вот это все покрыто таким вот куполом из прозрачного стекла или что-то в этом роде и под этим куполом находится большущий город несколько миллионов жителей вот в этом городе сейчас и находитесь а вот та информация которая вам нужна она как оказалось находится за пределами этого купола за пределами этого купола сейчас мы уменьшаем масштаб здесь сожалению пол в очках хрона сожалению все здесь всяк вся графика зависит от меня я уж как нарисую так нарисую вот это вот купол где вы находитесь купол назовем буквой х наконец-то вот буква x хупа здесь есть хупал да здесь вот есть шахты соединенные друг с другом вот эти вот шахты сейчас я скажу есть две корпорации рамон как ты корпорации называется напомни нам ты помнишь или мне тебе напомнить ман майкинг ман майнинг ман майнинг корпорейшин именно этот ман майнинг корпорейшин находится вот здесь вот вот это вот она будет отмечена зеленым цветом цветом у нас вот это вот твои шахты к ним ведет отдельная дорога эта дорога такой как трубопровод в котором катается поезд на магнитной подушке вот такие вот пироги и этот поезд катится не катится едет внутри прозрачной трубы можно из него наслаждаться видами лунной поверхности а с радикально противоположной стороны находятся шахты конкурентов есть эти служебные постройки там еще не буду дорисовывать все это можете сами дофантазировать представляете себе поверхность луны абсолютно серая они возвышаются какие-то индустриальные постройки над ними время от времени в сполохе пламени не пламени скорее опара который вырывается из этих служебных извините меня за выражение служебных отверстий этого этой этой вот шахты вот это вот твои как конкуренты который называется moon miners union вокруг лунного купола также есть еще всякие служебные небольшие купола это всякие гидропонные фермы и так далее а вот здесь вот да есть прямой трубопровод находится штаб-квартира и резиденция некоего владельца moon miners union то есть твоих конкурентов которого зовут именно рональд абрамс он там проживает уже в течение последних 10 лет безвылазно и по вашим данным которые вы смогли добыть прошлой серии именно здесь и находится нужная вам информация именно туда она и утекла и чтобы туда пробраться у вас есть два пути первый путь это прямой поезд прямая труба которая начинается прямо в городе заканчивается здесь он же и опасный потому что этот вход в трубу охраняется второй менее опасный но более неизвестный потому что неизвестно что там на шахтах это нужно каким-то образом проникнуть вместе шаг вместе шахтерами до доехать до шахт и от шахт там уже менее охраняемый трубопровод в эту самую штаб-квартиру вот такая вот предыстория господа хорошие а вы сейчас напоминаю находитесь в квартире хакера который у вас уже так довольно таки сильно побитый с вами рядом стоит хакер или кто-то там в этом роде по кличке райдер который вам помог сюда добраться ваши действия озвучивайте теперь ну конечно очень заманчиво пойти обходным путем раз ты так все это описал менее охраняемый но что-то это подозрительным вам нужно будет там пройти я хочу пропускать для шахтеров да райдеры вам говорили что вам нужно будет тогда пройти два пункта вот здесь вот входной где пускают шахтеров и второй неизвестно как храняется там где уже можно из шахт не изваживаемся с сажей и пойдем а может мы сначала с райдером побеседуем можете побеседовать с райдером дело в том что мы не знаем кто он такой он знает слишком много и вообще он нам запилил стойку с оружием из воздуха да райдер так загадочно улыб улыбаясь стоит рядом с тем самым хатером который вас побитый напоминаю что леммингу досталась у нас штучка для работы с компьютерами консолями прочими да да у меня на рукавник такой райдер сделай пропускал нам надо написать пропуск райдер говорит что дальше он вас предоставит самим себе и будет только на связи вы уж меня ребята извините говорит он но дальнейшее вы должны выполнить без моей помощи я сделал все что мог и учите если у вас будет опять перезагрузка конструкта то мне вас придется искать и конструктор конструк загрузится по-новому поэтому это вам решать давайте свяжемся со стефаном из айти безопасности и посмотрим что он может нам чем-нибудь помочь хорошо райдер говорит что за сим он должен откланяться пока и он будет на связи вам раздает наушнички по которым он будет с вами держать связь ну типа таких вот да знаете такие как у спецагентов а мне что-то какие-то древние достались как у спецагентов и святой не святой а с витой такой святым шнурочком который можно ставить в ухо как затычку и вы будете на связи с райдером а стефан у вас на связи с по обычному по по обычному рамонов скому линку точнее по обычному дильерам скому линку то есть стефан напомню это глава айти службы безопасности корпорации эти на улице предлагаю потому что рамона при при этом хакеры что-то делать все расскажет стрёмно что мы с ним делать то будем я ему палец отстрелил да он хныча стоит перед вами на коленях нас нас свой хакер есть зачем зачем нам чужой правильно убрать не ну мы все мы мы тогда вчера это уже не программа это уже человек реальный кстати у нас я теперь вам хочу напомнить что у нас есть некоторый теперь элемент интерактивности если кто-то из вас захочет ну рамону это определимо здесь глава корпорации ему можно будет задавать голосование для наших зрителей чтобы они за вас решали куда же вам пойти например в этот на ли в этот застрелить хотя бы не застрелить если удобно ведь хотите можете вводить не хотите может не водить я не против ребят что нам с хакером делать он свидетель я могу я могу запустить голосование в прямом эфире если чё могу давай давайте я я предлагаю сначала голосование вам хотите ли вы чтобы зрители решили по какому туннелю мы пошли конечно хотят это даже можно не спрашивать за меня решали Да вопрос не в том, хотим ли мы, а вопрос в том, что люди думают. А у вас какие идеи? Мы уже пишем сами, либо... Так, а пишется же правильно тоннель, да, через О, а не через У. Тоннель. На это время тратить. Я напомню, что я сегодня вот такой, поэтому... Не, оба варианта правильные, на самом деле. Тоннель. И тоннель тоже, да, правильно, действительно. Прямой, я напишу это и обходной. Да. Один прорваться, а второй там что-то... У одного более усиленная охрана вот здесь, у другого менее усиленная охрана, но неизвестность. Как там дальше проходить? И вам к тому же еще, чтобы туда проникнуть, нужно будет как-то притвориться шахтерами или кем угодно, я не знаю, это уж вам решать. Техниками, теплотехниками, прочищиками туннелей, я не знаю, кем угодно. Мне просто... Это не значит, что мы будем следовать глазу народа, просто интересно, что они... Мне не зала, мне не зала, спрашиваю. Так пусть бы тогда не голосование, а просто люди, идейки-то предложили, да, все. Вы их все не прочтете, я думаю. Ну, что я могу сделать вот так, и... Ну, вы на стриме это чуть попозже увидите, и мы можем это все видеть прямо вот, ну, ссылка к кому интересно. Сколько насчет зрителей, кстати, Рамон, мне вот интересно просто? 782 человек. Да, немногие проснулись, немногие. Но уже могучая кучка. Итак, запустил голосование, вы пока можете решать сами. Мне просто кажется, что если опираться на голосование, то это все может очень долго в итоге получиться. Да, и... Растягиваем. Вы можете увлекли теракомпании. Кто-то из вас может взять на себя ответственность за руководство ключевыми моментами. Тут я вижу в чате, что все хотят убить хакера. Кто бы хотел убивать? Я не буду убивать. У вас есть пистолеты, да, на сколько я помню? Да. Лучевые. Пиу-пиу-бластеры. Пиу-пиу-бластеры, да, у вас есть тоже. Ну, такие коротенькие, да, у вас длинное оружие вы не стали брать тогда. Ну, у кого какие. Не-а. У кого какие, да. 70% голосует за обходной и... Ну, это голос разум. Ну, как мы изначально им... Ну, да. Как предполагают. Спасибо. Ой, ребята, говорю, а девочка-то без сознания у нас. Девочка у вас отключилась от переутомления. Видимо, она не была готова к тому, чтобы спроецировать такую реальность. Да еще там поубивать всех больше, чем все остальные. Передушить. Она душила. Передушить, да. Что она душила, душила, что только не делала. И резала там, она и кидала звездочки. Лазала по унитазам. Я ее на руки беру, так баюкаю. Хорошо. Решайте сами, что будете дальше делать. Я вам напоминаю, что райдер откланивается. Говорит вам, что если что, он будет на связи. Пока вы должны убираться дальше сами. Адьес, амигас, и говорит он. И выскальзывает за дверь. Ну, позорная личность. Если связаться со Стефаном, может, он подскажет, как сделать пропуска. Тем временем хакер на нас смотрит. Убивать, не убивать, не убивать, не убивать, не убивать, не убивать, а тушить его или в лоб заставить. И еще спрашивают у кого-то, так, что там, 70%. 70% моего разума, говорит. С тех пор, как они вышли из той программы, они... Да, кстати, пока вы там еще выясняете, я немножко расскажу о том, что мы вообще делаем. Потому что было много вопросов сейчас. Как вы сделал такой стол? На две минуты, да. Как я сделал такой стол? Это whiteboard. Что такое whiteboard, вы можете узнать в ближайшем магазине, который продает всякую хрень для бюрократов. Не бюрократов, не бюрократов, не бюро, как называется, офис. Канцелярию. Канцелярию, да, точно. Потом вот этот whiteboard, эта белая доска, по сути, расчерчен перманентным маркером мною лично в клеточку. Я сам сидел, парился, вымерял здесь все. Вот этими вот мозолистыми руками. Не говори, от чего мозоли? Мозоли от труда. Расчертил это все. Потом съездил, заказал стекло нужного мне размера, у резчика. Оно мне встало аж там, не знаю, в 4 евро, что ли, или что-то в этом роде. Положил сверху и купил вот такие вот волшебные маркеры на водной основе, которые можно вот так вот делать и стирать их буквально пальцем. И все. Так я подготовил вот эту штуку. А что вот это за фишечки, которые я использую? Это называется каунтер. Они продаются в любом настольном магазине. Вместо них можно использовать пуговицы или что-то в этом роде. Они также у меня пронумерованы вот здесь. Видно, не видно, не знаю. Для того, чтобы их можно было различать друг между другом, это я уже подписал перманентным маркером. И стрелочкой показано, где у них перед. Вот и все. Ну, в общем, на 5 минут делов, ребят. Да, на 5 минут делов, а развлечение, ого-го. Это похоже на камушки из аквариума. Похоже, да. Что-то из них, возможно, есть камушки из аквариума, потому что это мне уже вот здесь пожертвовали. Вот такие вот камушки прозрастненькие. Рыбки бедные плавают по саму аквариуму. Ну, на Твиче еще три водилки сейчас идут. Я так просто заодно пошел. Зачем? Ну, здорово. Сейчас все разбегутся. Рамон, зачем ты сказал? А они все американцы неинтересные. Чего вам туда идти? И у нас сегодня еще юбилейная к тому же водилка. У нас 10 тысяч на настольном канале. Да, это очень радостно. Это уже крупнейший настольный канал в русскоязычном сегменте, я думаю. А в англоязычном есть только несколько настольных, которые больше. Братец Ву всех порвал просто. Ес, ес, ес. Я, братец Ву, я всех порву. О, кстати, отличный стих. Это я возьму как лозунг. Но мы все, лирическое отступление закончили. Я все свои секреты сказал. А, еще один секрет не сказал. Спрашивают, откуда у вас правила этой игры и где вы взяли эту книжку. Эту книжку я сам все придумал. Вот это все на основе моего видения. Я с индейцами обычно люблю в банях сидеть, курить бамбук. И когда я сижу с индейцами в такой бане, в чуме таком, что я себе намешал-то все, да? И курю бамбук, мне приходит видение. У меня было видение этой игры. Я придумал ее сценарий. Вот. И системы здесь пока никакой нет. Я сам решаю, когда кидать кубик. Все. Наверное, индейцы тебе. Что ты сегодня курил? Сегодня я кофе пью. Какой бамбук. Сегодня я пью кофе. Я на этом закончил, с удовольствием отступление. Теперь, господа, дело за вами. Что делать с хакером? По какому туннелю идти? Лемми, баюкай флору, подходит к Гильермо и говорит, Гильермо. Связать. Окей. У тебя клевая чашка. Не, не, я там чат просил. Спонсор фишинг. Гильермо, дружище, давай свяжемся с нашим, с твоим компьютерщиком. И попробуем у него подпуска попросить. Со Стэпаном. И с этого глаз. Давайте вбить. И с этого девятипалого глаз не спускайте тоже. Абонент временно недоступен. Шутка. Я полагаю вытись. Отвечает Стэфан. Говорит, да, господин Пелегроса. Он так немного озирает через плечо. Стефан. Видно, что скрывает свой дисплей от всех остальных. Ребята, подождите. Можно на паузу нажать. Пока происходит разговор, я подхожу к этому. Он все лежит и слушает. Чем больше он слушает, тем больше он расскажет. Я просто его сейчас свяжу и затащу в туалете закрою. Вот и все. Пока мы разговариваем. Может, просто прикладываем по голове? Как же убить? Be my guest. Пожалуйста, можешь прикладывать. Я что, я же не умею, скорее всего. Прикажите ему закрыть уши, говорить бля-бля-бля-бля-бля. А он подслушает. Я просто затащу его в туалете, там свяжу, закрою. Ну, давай, тащи пока. Тем временем продолжается разговор Гильермо со Стефаном. Я говорю, Стефан, дружище, нам нужны пропуска шахтеров, чтобы пройти незамеченными через КПП. Мы хотим... Куда прорваться-то? А зачем сразу пропуска? Как они называются? Мы же не знаем, нужны ли там. А мы знаем, что там нужны пропуска? Да, с уверением шахтеров, что мы там работаем надо. Он тебе говорит, что, во-первых, твой фейс здесь достаточно известен, и тебе нужно будет, наверное, сначала как-то замаскироваться. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы такие пропуска добыть, нужно будет время какое-то. Это все не так сразу делается, но, пожалуй, через Курьера он вам сможет через пару часов такие пропуска достать. Сажай, замажем тебе лицом, будешь как шахтер. А здесь есть камеры, которые определяют форму лица, там, знаете, подобного. А есть физиогномические параметры? Да, да, вот я вот вспоминал это умное слово. Спасибо, Телемен. Насколько ты тянешь свой нос? Что? Я уверен, спрашиваю. Так, ладно. Что ты спрашиваешь? Или можно отрезать ухо, а на пару часов влет кинуть, а потом пришить обратно. Нос — это моя самая выдающаяся часть, поэтому... Какая технология, как в этом была? Minority Report, там, где он все что-то там вкалывал, у него рожа вся менялась. Есть что-то подобное. Почти человек, они разбрызгивали какой-то припарат, и камеры просто не видели лица, они у них там были. Что-то подобное, да, вы можете достать, он вам может дать адрес. Это такая голографическая штуковина, которая одевается как ошейник на шею, под воротник, и она тебе создает новую личность. О, это как бы вспомнить все прямо, по-моему. Это голографическое, да, не пластилиновое. Там был совсем шлем. Раскрывается, а там Путин, да? Но я думаю, нам нужно скрыть свои личности стопудово, потому что мы будем проходить через огромное количество людей. Там райончик достаточно опасный, правда, где все это продается. Это самый пригород. А может, наш хакер пока воспользуется оборудованием и поискать, может, где-то засветились, и поудалять историю сообщений, где-то засветились. Он говорит, что пока что вы нигде не засветились, но уже поймали Питерса с оружием, и в ближайшее время, похоже, он даст показания, и вам нужно будет куда-то дальше рвать когти, если он знает, где вы находитесь. Он знает, где он находится. Да, у вас есть минут 15, господа, говорит он. И, кстати, тоже наш канал, скорее всего, тоже скоро выследит, поэтому будем очень осторожно общаться друг с другом. Итак, он вам передает координаты, где можно достать этот ошейник, и он передает координаты, где через два часа вас будет ждать человек с айдишкой. А Джонатан из туалета вышел уже? А денег у вас нет, говорит он? У нас нет денег. Джонатан, ты вышел из туалета? Вышел, я связал, поигрался с ним. Хорошо, тогда он говорит, что он сейчас загрузит на твой этот iPad или что там у тебя подобное. Биткоины? Да, некоторую анонимную валюту, которая не прослеживается, и которой пользуются здесь полукриминальные элементы. Да, типа биткоинов что-то, да. И у вас есть эта эволюция размером двух тысяч кредитов. Болитесь на стороне. Лемми отдает девочку Джонатану на руки, кладет, уходит в туалет, и вы слышите там глухой выстрел. Застрелился? Биткоины, айпады, мне шестидесятки. На кого ты нас покинул? Да. Не, ну он вышел потом, и все выдохнули. Ага. Ну... У вас есть 15 минут, напоминаю, можете поджать, конечно же. Я возвращаюсь. Надо валить отсюда, да, выходим. Валим. А, такую картину уничтожил. Я думал, на аукцион выставишь. Я еще, я до них нарисую еще пять. Да ладно. На таланта хватит. Давайте, ребята, сфокусируемся. Вы выходите на улицу. Двигайте историю дальше. Выходите на улицу все. А, блин, я же забыл, я же забыл ваши фишки, господа. Один момент. А где они, кстати? А вот, вспомнил. Сейчас, секунду, пока пообщайтесь. А, да, давай вспомним твою... А, все, убежал. А, я видел лицо Ву! Я видел лицо Ву! Нет! Он настроит. Сейчас в чате будет просто там в отражении можно было заметить немножко. Тут спрашивают, Ву, сколько тебе лет? Мне? Мне 33 года. Ну, возраст... И один месяц почти. Я по работе встретил женщину, которую мне спросили, сколько вам лет она ответила. Мне 77 с половиной. Я думал, половинками только до 10 лет. У меня 80 с половиной, знаешь. 77 с половиной. У нас сегодня не участвует только желтая фигурка, насколько я понимаю, да? Все остальные я сейчас представлю. У нас белый это Лемминг, да? Да. Красный это, насколько я помню... Красный, насколько я помню, Слава. Зеленый это Волков. Синяя это Рамон. Все правильно. А черная это Лемминг. Ой, опять Лемминг. Нет, черная это Хрон. Лемми. Лемми, да? Он все хвастается, насколько он подготовленный постоянно. Молодец вообще. Пятерочка сегодня. Пятерочка, садись. С плюсиком. Я тут разпидал уже. Звездочку возьми. Возьми звездочку. Вот вы все выходите из этого домишки. Вокруг улица. Здесь тротуарчик. Там дальше пара небольших автомобильчиков стоит. Здесь какие-то там вывески. Автоматические киоски. И так далее. Знаете, что я только что понял. Прости, я перебью тебя. Что мы только что совершили убийство, за которое нас реально теперь можно преследовать и посадить в тюрьму? Вы совершили убийство, причем на адресе, который известен. Еще и тело оставили. Спасибо, Леми. Так, а я пока читал чат. Подождите, хакера убили, что ли? Но Леми пошел и выстрелил. Он произвел выстрел. Мы не знаем, убил он его или нет. Он выстрелил. Мы становимся мистиками. Леми, что ты скажешь на этот счет? И вышел оттуда. Кто-то тогда еще в той проекции, в том конструкте орал, нет, нельзя их убивать, куда вы, аморальные типы. Так это же дети. Это хакер, который сидит, а за компомню еще нет. Причем дети программы были. А это живой человек. Меня, я подозрительно смотрю на, так, сейчас, подождите, сейчас, на Алане и говорю, дружище, ты что-то замолк. Он уснул. На что мне рассказать? Правильно сделали, информацию уже не получат. Негодяи, негодяи. А мы разве не в компьютерной игре? Нас и так ищут за убийство, не за убийство, не важно. К тому же ищут, конечно, не совсем нас, а Раймона только. Не Раймона, Гильермо. 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 Гильермо Раймон. Так что нам-то вообще не так, как сказать, не страшно. Теперь мы соучастники убийства, окей, не страшно. Я кидаю пистолет Гильермо, говорю, лови. Я смотрю, вылетели в меня что-то. Перелетели с пистолетами, до вас поставится минуты 4 примерно. Окей, адрес уже получили. Силы правопорядка. Адрес уже получили, да? Да, 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 скорее, отсюда. Сколько стоим. Ну, пешком, пешком пошли отсюда. Пошлите хотя бы за угол. Туда или туда, куда пойдете? А в какую сторону нам надо идти? Противоположную от той, к которой мы пришли. Вам куда идти, туда в любом случае не добраться пешком. Вам нужно воспользоваться общественным транспортом местным. Ну да, тут ловить такси как бы смысла нет. Мы возле каких-то подъездов, да, надо выйти. Да, вы в спальном районе, таком достаточно замызганном. Лемми пытаются угнать машину. Это не ГТА, чувак. Ты не имеешь никакого понятия, как эти машины работают. Как ты их угонять? Кому же, может, все под контролем системы. Все, давайте. Там далеко? Налево, мальчики налево. Налево, да, девочки направо. И тут из-за угла на полной скорости выруливает полицейский автомобиль. Так, говорит. Включает тут же мигалки. Вот сюда вот. А теперь вам осталось бежать в одну сторону. И Лемми такой, с закровавленными руками, да, с девочкой. Слабывая машина. Это не то, что вы подумали, да? Это не то, что вы подумали. Машина нас видит, как что происходит? Мигалки просто или просто подъехали? А вы стоите сейчас вот так, что она видит? Мы не стоим, мы не стоим, мы идем. Вы идете? Ну, конечно, мы сказали, что мы идем налево. Беспалео так, пять человек с девочкой на плече. Машина включает мигалки, они вас видят, похоже. Это кукла. Мчатся вам вдогонку. Не палимся, не палимся, пацаны. Из рупора слышен строгий голос. Остановитесь, бросьте оружие, поднимите руки вверх, встаньте лицом к стенке. Они еще не подумали, что девочка это оружие? Ну, а невозможно думать, что вы вооружены. Сколько их там? Что там видно? Не видно, затонированные стекла. Одна машина всегда. А есть куда нырнуть? В парадное какое-то или что-ли окно? Ну, какой-то узкий проем или что-то, куда они на машине не смогут за нами. Издалека вы слышите мигалки СБшников. Они другие по звуку. Короче, наш рестарт. Что там с окружением нашим? Что там с окружением? Нет, вот в ту сторону вы видите дорогу, там оно переходит в подъезды и в переулки. Мне кажется, ребят, надо спокойно останавливаться, потому что я думаю, что СБшники сейчас начнут отбивать нас. Ну, в том смысле, что они захотят сами. Они даже не пытаются, начнут гранатометом на суду стрелять. Как в прошлый раз. Мы сейчас начнем воевать с полицией. Так, у них полиция, полиция у них уже в рукаве. Тем временем вы слышите... Вы знаете, что такая корпорация? Слышите звук, шум идет, который с небес. И там еще какая-то фиговина с полицейскими обозначениями прилетает вот такая вот, похоже на вертолет. Я бегу, я бегу в поворот, вот этот подъезд или вот краски. Получаются эти крякалки, мигалки. Ну, если они делают, что хотят, я бегу туда. Этот бежит сюда, зеленый. Я красный. Извини, красный бежит сюда. Все побежали, я так бежил, блядь. Все, все валят, естественно. Машина останавливается, оттуда выгружается четверо полицейских. Они уж там хиппи все, мы их сейчас умнем тут за углом, мы все нормально. Вы все сруливаете за углом. За углом там довольно-таки узкий проход, стен не видно. Точнее, верха не видно, вы скорее всего скрылись из-за глаз этого вертолета. Назовем это вертолетом, лунолетом. Воздушный транспорт. Воздушного транспорта именно. Вот сюда вы все зашли, это узкий переулочек, который идет неизвестно куда. Полицейские вот здесь вот за вами побежали. А там что, тупик? Нет, там не тупик, вы не знаете. Опять в канализацию, тупик можно. То есть там длинный такой? Он длинный, да. Вам видно метров 200, что он идет. Я не хочу перезапускать конструкцию. Выходы есть? Мы до последнего будем тянуть, да. Вперед вам. Пока вперед бежать со всей скоростью. Бегу вперед, стараюсь так, чтобы девочка головой об всеми не стукалась. Ну, чат правильно подметил. Пять мужиков, несущие на плече 14-летнюю девочку, это пока не страшно, да. Вы слышите то, что на полной скорости звук из завывающих турбин, потом звук тормозов, и там, похоже, СБ-шники останавливаются. Ну, вот это уже серьезные ребята. А вы все мчитесь по проходу с солидной скоростью. Единственное, у вас немножко отстает тот, если вы бежите со всей скоростью, отстает тот, кто несет девочку. А кто несет девочки? Леми, сколько не повынусливость? Леми, сколько не повынусливость? А почему не наемник ее несет? Давай, демократно, это нормально. Ребята, да, да. У вас, по-моему, высокая повынусливость, потому что... Полицейские, полицейские кричат, что если, если вы не наемники, остановитесь, они будут вынуждены открыть, открыть, открыть льбу. А какой раз стоять не примерно там? Но вы знаете, что их оружие действует метров на пять только. Не, между ними и нами. Между ними и вами сейчас метров десять, они бегут сзади. Я... Можно идти на гранату назад, туда, в их сторону? Кидай. А у тебя граната какая, газовая? То есть, не, 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 у нас не газовая, на сети... А вы набирали, по-моему, тех и других, у вас и газовые были, и... Дымовая, дымовая, и электромагнитная, по-моему, называлась. Как она правильно называется, да? Электромагнитная, которая нейтрализует, импульсная. Да, импульсная граната, которая нейтрализует электроника. Просто рассказал механику, не механику, а технику, но это не совсем верно, потому что она нейтрализует именно электронику. Ну, у них же... Оружие, коммуникаторы... Окей, я когда вот такую гранату выписал, да, вот. Ну, там на Луне в 2150 бородатом году, мне кажется, вообще все зачиповано, так что... Техника. Хорошо, вы бежите сзади, сзади слышен такой звук. Бум! И взорвала вам граната. Вы бежите дальше, бьет, и вдруг сзади слышите звук автоматического оружия, ну, лучевого автоматического. И мимо вас начинают втыкаться в стены еще и какие-то лазерные пучки. Один из полицейских хватает, подстреленный. Остальные останавливаются и прячутся в какие-то урны, ну, там есть за что спрятаться, в общем, урны, коробки какие-то. Валим, валим, поднажали. Сейчас до них задержат, может быть. Сзади вы слышите еще выстрелы, похоже, приехали еще наряд полиции. И вертолет, который над вами кружил, он немножко отрывается обратно. Смотри, что ты в камере. Оставляете всех позади. Я подвину немножко, вот так. Оставляете всех позади. И минут через пять можете спокойно выбежать уже куда-нибудь, где сейчас пока свободно от полиции. И никого нет. Вы выходите, в общем, из переулка. Давайте решим, что нам, в общем, дальше делать. Потому что надо где-то переждать. Надо сесть в транспорт какой-то и свалить. Ну, да. Что-нибудь, что-нибудь, публичный транспорт здесь есть какой-нибудь? Есть публичный транспорт, что-то вроде метро. А, можно спуститься за метро? Или это поверхностное метро? Да, вы можете найти ближайшее метро. Где-то написано, что метро ближайшие 200 метров в ту сторону. Но фишка в том, что... Хотя тут везде камеры, если так подумать. Ну, да. Надо какой-то больше чемодан найти, чтобы девочку спрятать. Расчлените так. Или два поднимемся. Она без сознания, с огнем ее сложим нормально. С огнем? Нормально. Пойдемте в метро. Утром будем. Там не такое видали, наверное. Подумаешь, пять мужиков и девочек. Вы двигаетесь в сторону местного метрополитена, да? Да. Хорошо. Звуки боя уже совсем не слышны. Возле метрополитена вы видите, что там несколько человек заходит тоже. Это теперь будет вход в метро, будем считать так. Уходящая резко вниз лестница. Там голографические буквы. Метро. Станция такая-то. Вы двигаетесь сюда, да? В сторону метра. Народ тоже там заходит. А, ну мы с девочкой на плече вообще. Это как-то ненормально, не кажется? В метро идем. Нормально. А какие-то магазины, может, вокруг есть? Или что может помочь ее как-то... Вопрос, куда мы едем? Камуфляж. Мы едем туда за ошейником. Давайте тогда, может, с плеча ее снимем и как-то будем под руки вести. Ну, типа, девочке плохо. Девочка напилась. Да пусть на руках несет, типа, устала, спит. Надо детскую коляску купить, вон. Четыре. Вы проходите вниз метро, да? Там уже полное половое созревание. Инвалидную коляску надо купить. Ужать здесь глубже и... Рамон, тебе приходит сообщение на твой линк от Стефана. Он говорит, что вас только что засекли на такой-то станции метро. Ну, так идите. А теперь засекли, где мы выйдем. Это тоже не очень хорошо. Да нас по-любому все равно будут пасти. Так хотя бы быстрее доберемся. Общий план, общий план какой-нибудь. Я напоминаю, что у Лемминга есть хакерские штучки. Я в метро. Которыми он не пользуется вообще. А он не знает, что с ними делать, как их применять. Это же Киберпан, господа. Это же здесь Альфа и Омега. А есть какие-нибудь терминалы вообще? Ну, конечно. Ты можешь вообще проследить здесь все связи при помощи этой своей машинки на руке. А, то есть я так кнопку нажал, как бы и пошло. Там Wi-Fi. Да, типа того. Это будущая Wi-Fi. Ну, отлично тогда. Давайте заметим следы. Пока вы сейчас спускаетесь вниз, общаетесь. Даем вам минутку передохнуть, так и быть. Можете поговорить, пока спускаетесь вниз. Чат говорит, что сразу видно, что русские на Луне появились. Девочки напилась. Что тут только не происходит вообще. Стрельба, гранаты. Она спрашивает, вы что, бандиты? No, we are Russians. Нет, ну смотрите, если нас здесь уже засекли, то нам нужно ехать на следующую, а там, ну или там на пару станций, а там как бы мне пытаться сбить со следа. Потому что здесь уже известно, что мы здесь. Здесь оставаться смысла нет. Так мы уже едем, мы еще не сели. Вы спускаете вниз на платформу, там поезда ходят довольно часто, раз в две минуты, возможно. Сели, поехали. Один из поездов останавливается, он такой круглый в сечении, белый большой поезд, красивый, с прозрачными стенками. Эй. Залезаете в него. Здесь метро, судя по планам, когда там начерчено, я вам покажу, как оно сделано. Это, по сути, вот это сам купол, это сити. Здесь у тебя, Рамон, была дача, которая погорела. Здесь вы сейчас находитесь в пригороде. Метро, оно вот такие, несколько веток таких, раз, раз, несколько веток таких. Что-то напоминает мне это. С центральной какой-то там станцией. Москва. Звонят колокола. Дальше Газбанов пошел. В общем, когда вы где-то выйдете. Метро, чтобы выйти на следующую, вам нужно вот сюда ехать. То есть вам нужно проехать раз, два, три станции, потом сменить линию, еще одну станцию проехать, там пешком или на машине. Это симулятор. Симулятор метрополитена. Что вам не нравится, не знаю. Ну, надо выходить там, где надо ветку менять и потом уже пешком идти, мне кажется. Вот там, где камеры, наш хакер должен зарпись так поменять, у кого-то ремонт. Надо, чтобы он определил, каким именно образом нас находят. Вопрос вот такой, каким образом, камерами или какими-то очки у нас или что-то. Камеры, физиогномические камеры. Ага. Нам надо, нам еще надо много ошейников, такого мало будет. Причем, похоже, вас уже всех засекли, если раньше. Да, это прямо метрополитен. Я ничего поделать не могу, да, в метро ремонт идет. Да, бывает, ничего страшного. Лучше, чем когда бомбы взрываются. Едем, что ли, да. Ну, давайте, да, поехали. Садитесь и едете в этом вот направлении. Будем пытаться глушить камеры. Ну, тоже, как бы, ну, в общем, глушим камеры, я не знаю. Ты со своей штуки, ну, ты, в общем, полностью там видишь всю структуру и должен убиться сейчас, пока вы едете, на то, чтобы перенаправить как-то видеоизображение, либо его как-то подменить. В общем, у тебя на это уйдет время, и кидай кубик. Ну, скорее, подменить. Тебя на это должно уйти 4, 5, 6 должен ты выкинуть, чтобы удачно у тебя это получилось. Шестигранничек? Шестигранник, да, 4, 5, 6. О, четверочка. О, четверочка. О, четверочка. Давайте, может, сделать... Четверочку выбросил. Они там закончат, может. Это, я не знаю, я не знаю, что там происходит. Да, ничего страшного, пускай тарахтят. Четверочку выкинул, значит, у тебя это удачно получается, и ты создашь сейчас видимость, как будто бы вы вышли на следующей станции и свернули там куда-то за уголок, и там остались. То есть, потому что у тебя это будет сложно... Какие махитрецы? Сложно тебе будет сделать так, чтобы там видеоизображение передавать и так далее. А не проще, наоборот, тогда сделать вид такой, что мы поехали дальше, чем выше. Ну, вам тогда нужно будет две станции пройти. Не факт, что там вас не встретят где-нибудь. Да, ну ладно, окей. Вы проезжаете в следующую станцию без приключений. На этой станции у вас отмечено, что вы как бы вышли на твоем, на рукавнике хакерском. Едете на следующую станцию. Там тебе нужно будет сделать так, чтобы вас не зацикли на выходе теперь. Вот единственное, что в метро в самом здесь нет камер, но я имею в самих вагонах. Теперь ты, если хочешь это программировать вперед, тебе снова нужно будет выкинуть 4, 5, 6. Проходимся. Блин, троечку. Не выкинул. Значит, на следующей станции ты знаешь, что вас засекут, что вы там выходите. Едем дальше. То есть, нет, я имею в виду, на выходе в любом случае вас засекут сейчас. Или вы будете тут теперь кататься. Пока вы катаетесь, то есть набьется полиция в метро или СБшники, что еще хуже? Надо выходить, а дальше что-нибудь придумаем. Еще раз ложный след попытаемся. Нам же сейчас пересадку делать. Можно попытаться. Да, мы пытаемся добраться по кольцу. Вы пытаетесь добраться вот сюда. А сейчас мы. Вы сейчас проезжаете вот эту станцию, где показалось, что вы вышли. Теперь едете к этой станции. Здесь вас камеры заметят. А можно вообще как-то разделиться? Лицем немножко закрыть чем-то? Какие-то капюшоны у нас есть. Уважными пакетами. Да, чем-то таким. В общем, просто разделиться, выйти, чтобы не гнук. Пока вы будете разделяться, вас все равно там засекут. Вас уже засекут на следующей станции, короче говоря. То есть в любом случае. Вы выходите на следующей станции, там пересадка небольшая, буквально метров 50 пройти. В этот момент, Лемминг, ты всем сообщаешь, что сейчас вас камеры засекли. Засекли, ребят. Да, теперь есть информация, что вы здесь находитесь. Подходите к следующей ветке, там поезд останавливается, будете ехать. Давайте поезд угоним. Садитесь в поезд. Давайте, да. Да, но попытаемся, например, пустить там изображение о том, что мы все еще стоим, ждем его, чтобы хотя бы не знали, что мы уже поехали. Едите на следующую станцию. Хорошо, ну прокинь снова 4, 5, 6. Сейчас. А можно попытки делать? Опять тройка, блин. Не получилось, вас высадят на этой станции, что вы там вышли. Давай новую попытку. А, черт. Нет. Что, Рамон, ты хочешь? Я хочу, чтобы от меня отстали эти негодяи. Можно кинуть на это кубики? Я хочу домой, стричь газоны. Так хорошо было, прекрасно. То есть мы сейчас сели в поезд и известно, что мы в него сели. Да, известно, где вы выйдете. Точнее, вы выйдете, то останется известно, что вы там вышли. Вот так вот. Подожди, нет, я же говорил о том, что мы до сих пор ждем пустить Дезу. А, ну, вам не получилось. Тогда вас засекают, что вы сели в этот поезд. Да, то есть, в принципе, еще шанс-то есть один. Ну, давай еще на выход теперь, чтобы вы там не вышли. 4, 5, 6. Сейчас. Единичка, что было. Плохой секакер. Да, вас, короче, ведут. Вас ведут. Тем не менее, вы без приключений выходите с начальщикой станции, поскольку здесь все-таки расстояния довольно большие. И поднявшись на поверхность, вы оказываетесь в таком районе совсем уж трущопости. Если до этого оказалось немножко заброшенное, то здесь абсолютные трущобы, все зарисовано граффити. Гарлем. Район полный Гарлем, ходит народ такого наркоманистого вида. Проститутки стоят по обочинам полуобнаженные. Как дома. Ну, я такой, вассапнига. Да, и всякие личности очень подозрительного вида здесь находятся. Вам теперь нужно пройти метров 200, чтобы попасть в забегаловку, в которую вам посоветовали, чтобы там купить ошейники. Но напоминаю, что у вас денег-то было только на один ошейник. Продать девочку можно. Две тысячи, а ошейники по тысяче. Меняем на девочку. А почему я об этом раньше не спросил, блин, сколько они стоят? Надо было больше биткоинов просить. Ну, может, еще попросить, не проблема. Не, ну, надо по стопудово мне лицо менять, потому что все-таки меня ищут. Может, я украду кого-нибудь? Я думаю, я думаю, всех ищут уже. Ну, есть квартал такие. Ну, как туда, уже похоже. Но узнают меня в любом случае некоторые люди. Ищут уже всех. Вас уже столько раз тут снимали на камеры. Это в закоулочке. У вас бар находится вот здесь? Точнее, не здесь. Ну, хоть до бара добрались. В закоулке. Предлагаю ограбить какой-нибудь магазин. Да, банкомат. Чтобы вас не заподозрили ни в чем. Я предлагаю мне грабануть банкомат. Хакерским тулом. Давай. У меня как раз с собой есть флешка с биткоинами. Давай на нее переведем это все. Ну, я говорю. У вас на это идет минут 10. Если вы готовы их потратить, вот здесь будут. Пока он ломает банкомат, я уже совсем заколебался девочку таскать. Можно я поговорю там с местными девушками и там оставлю им на подключение? За денежку. Можешь? Я думаю, она проснется и будет удивлена. Не страшно. В притоне. И PMP такой. Ну, что? Ладно, поехать. Ладно, ты договорился с ними, пока они ломают. Лемент, 5-6 кинь, чтобы взломать. Что ты совсем, что ли, офигел? Пятерочка. Отлично. Перевел себе 10 тысяч. Отлично. Биткоинов. Точнее, ты их перевел из официальных денег в эти самые биткоины. Которые тебе, Роман. Из лунных долларов. Да, перевел в полу... В полулегальную валюту. Ну, все, на всех ошейников хватает. Отлично. И еще остается сверху. Ну, предположительно. Там еще неизвестно, что придумает играть. После этого быстрым шагом двигайтесь вперед, да? А мы могли их там грабануть на ошейнике, да, вроде бы? Зачем нам покупать? Вы слышите, как где-то далеко-далеко шумит какой-то воздушный транспорт. Нас еще где-то в этом районе. Прячемся под мост какой-нибудь. А вам уже тут дойти осталось 50 метров. Ну... В общем, вы успеете заскочить в подворотню, где находится этот бар. Называется «Мутноглазый пес». В баре, там такая... Готовящий пони. Вывеска такая там с псом, который подмедивает мутным глазом. Я, хватая Леми за плечо и увожу его взгляд от барной стойки, потому что сейчас не самое лучшее время. Сейчас попробуем самое подходящее время. В баре стоит огроменный, скучающего вида негр. Такой метр под два здоровый. Больше значительно. И весом килограмм под 200. Негра тут такая, знаешь, типа зверушка такая. А наш больше. Сколько волка не корми, а наш негр все равно больше. У слона все равно больше, да. Да, в общем, да. Вы заходите по лезвию ходить, смотрю, или увидите, да? Здоровенный негр. Причем у него видно, что один из глаз он заменен протезом. Имплантом. А, намек есть. И он спрашивает. Добрый человек. Чего налить вам, господа хорошие? Ошейников налить нам. Каких ошейников, спрашивает он? Я говорю ему, слушай, друг, неужели ты не видишь, кто я такой, и неужели ты новости не смотришь? Ты прекрасно знаешь, зачем мы пришли. У нас есть... Второй глаз фокусируется на тебя. М-м-м-м. А, адекват Стефана. О, а ты знаешь Стефана. Да, моя книжка. Заходите, говорит, он открывает одну из стенок сбоку так, небрежным движением. Сейчас я подойду. Потом он зовет кого-то, чтобы его заменили. Вы проходите, и оказываетесь в такой небольшой комнате, покрытой кафелем. На ней операционный стол. Что-то там вокруг забрызгано кровью, что-то уже запястшееся. Я как дома. Похоже, здесь делают какие-то нелегальные операции в том числе. По трансплантации или имплантации, непонятно. Он говорит, ну что, ребята, по штуке 500 за каждой и договоримся. Сколько у вас печени? Это много. А вы знаете, что сейчас тут полицейский... У кого харизма побольше? Давайте убедим его. У меня все в харизму почти. У меня 8 харизма. Давай, Гильерман. Давай, Гильерман. Скажи, что ты потом расплатишься или что-нибудь придумай. Ты, короче, знаешь, что говорить. Так, раньше обмануть. Или там скидку... Я ему говорю, сколько, сколько? Тысяча? Да, на тысячу мы согласны. Ну давай 1200 и разойдемся. Я говорю, ты помнишь, что я глава корпорации? Если ты сейчас со мной согласишься на тысячу, я потом тебя... Я в долгу не останусь, короче. Ну я надеюсь, что... Озолочу. Оплата моего долга не будет выражена тем, что ко мне припрутся ребята из вашей, собственно, безопасности. Расстреляют тут все. И меня похоронят за пределами купола. Вы им не нужны. Им нужен я. Ну хорошо, давайте тогда по тысяче сейчас и еще по две потом за каждый накинете. Нормально. Я согласен. Какая разница? Главное, что ты сейчас. Отлично. Он говорит, что это потребует некоторого времени, усаживает каждого из вас, где-то у вас на это минут 40 в целом идет. Этот ошейник, он помимо того, что ставится на подворотник, еще он как-то там прикрепляется к шее, вас берут какие-то там ДНК-анализ, он через... Я могу ему помочь, чтобы это все быстро произошло, а? Ну можешь помочь, чтобы это произошло за 30 минут, хорошо. Ура. И вы теперь все, взглянув друг на друга, после того, как ошейники включены, друг друга не узнаете. Вот так выглядит Лемми, да? Совершенно неподозрительный на луне человек. Да. То есть если вы учитываете, что это старая женщина, то вполне нормальный вид. Шила на мыло, да, потерял. Поменял. А вы все теперь выглядите совершенно иначе, и теперь, напоминаю, да это ты же и есть, что-то не изменился практически. Ладно, я тогда выгляжу теперь вот так вот сейчас. Хорошо. Не, ну квадратного у тебя сразу здесь. Тебя подпилили. Лишнее все. Не важно, вы выглядите неузнаваемо, если хотите, можете, но как женщины вряд ли будете выглядеть, потому что форму нужно менять, а там может еще. Я хочу как женщина. На этом здоровенный бармен говорит, все, ребята, вы здесь как-нибудь теперь поосторожнее уходите, чтобы не заметили, что вы тут всей компанией сразу вышли. И в добрый путь, говорит он. Определили уже. Девочки уже определили куда-то, да. Может перерыв? Спасибо, друг. Да, давайте сделаем небольшой перерыв, пять минут и вернемся. Леми хочет... Подумаем заодно, что дальше делать. Хорошо, делаем небольшой перерыв, господа, не разбегайтесь со стрима, мы с ним скоро вернемся. М-м-м.